всем добрый день всем большой салам готовить мы будем долму виноградных листьях они должны быть по-хорошему молодые тонкие мягкие и для этого их надо срывать еще весной а у нас уже конец июля поэтому мы нашли молодые побеги на деревьях виноградных и сорвали очень даже молодые тонкие листья листьев у нас ровно 101 штука чтобы у нас получилось блюдо 101 долматинец помимо листьев нам еще понадобится фарш это говяжий фарш его у меня два килограмма также понадобится лук стручковый перец укроп петрушка и кинза специи конечно же и рис это уже вареный рис первым делом необходимо подготовить листья мы их уже промыли и теперь надо их оспарить кипятком просто заливаем кипятком через пять минут примерно мы воду сольем и надо будет просушить эти листья лук нам нужен для фарша его нам необходимо очень тонко нарезать и обжарить итак прошло пять минут как мы видим листья поменяли свой цвет и теперь пора эту воду сливать и просушить наши листья в hockey и опять и в так и так и ок и и Смотрите продолжение в следующей серии. Слегка обжарим лук, сильная обжарка нам сейчас ни к чему, потом внутри листья все еще доготовит. Итак, лук пожарили, теперь займемся фаршем. В луке у нас еще до сих пор много масла, поэтому доставать будем шумовкой. Также добавим рис, примерно грамм 200. Теперь добавляем специи. И специи у нас это зира, это базилик, черный перец и паприка красная. Также возьмем кинзу, укроп и петрушку. Лишнее мы убираем. И мелко нашинкуем. И еще столовую ложку соли добавим. Все это нам надо хорошенько размешать. Ну все, фарш перемешали. Нам нужно было только размешать все специи, чтобы все распределилось поровну. Нам не надо добиваться липкости фарша, как в люля-кебаб. Теперь пусть пока этот фарш постоит, мы его уберем в холодное место, пусть специи раскроются, а мы начнем подготавливать листья. Ну что, листья подсохли и начинаем заворачивать. Заворачивать нужно во внутреннюю сторону листа. Как определить, вот есть глянцевая и матовая сторона. Глянцевая сторона должна быть снизу. По одной столовой ложке будем ложить везде. Пусть это у нас будет мерной ложкой. Один. Наконец мы закончили все это заворачивать. Минут сорок у нас занял этот процесс. Дело нелегкое. Ну, как и обещали, блюдо 101 Далматинец у нас подходит к завершению. Следующий этап – казан. Начнем выкладывать. И выкладывать мы будем каким образом? Вот сторона, где раскрывается лист, она у нас должна быть снизу, плотно прижатой. Добавляем воду, добавим соль. И закрываем крышкой, чтобы все у нас держалось плотно. Вот теперь разводим огонь. Сейчас мы доведем до кипения воду в казане и потом уже убавим огонь. И будем готовить на медленном огне час-полтора примерно. Минут. Продолжение следует... Итак, с момента, как вода у нас закипела, прошло ровно 1 час 10 минут. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А теперь вот так... Вот так... Вот так... И вот так... Какие слова вам еще нужно? По-моему, и так все понятно. На этой позитивной и вкусной ноте... Наш выпуск подходит к концу. Я с вами прощаюсь, но ненадолго. Ну а мы продолжим наш вечер и будем наслаждаться вот этим замечательным блюдом. По-моему, и так... По-моему, и так... По-моему, и так... По-моему, и так... По-моему... По-моему, и так... По-моему, и так... По-моему, и так...